еще раз мир вам миром игнатий тихомыч есть вопросы которые требуют разрешения чтобы вы ответили полезным для других людей через беседы и по слову божьему один человек бывший сектант уверовал в православие принял крещение в озере но вот у него то остались друзья там в той секте которую он состоял и вот они ему задают вопросы и не просто задают вопросы они точно хотят узнать в чем брат то их уве почему благ брат их уверовал чтобы точно знать это и вот я бы хотел вам задать вопрос один вот чтобы что можно отвечать им вот его друзьям что ему можно будет им ответить по этим вопросам вот они слышали молитву если они сектанты они как правило любят библию они будут по библии спрашивать то вот трудно старшим православным то наши басит они не принимают они басит вот именно и даже предание ну и к христу то обратились садуке это они не верили что душа есть он им доказал на основании пяти книжек они больше ничего не признавали и говорит я бог авраам исаака яков то есть есть сейчас хотя те уже умерли в отцы они живые где-то все так и здесь они пришли мы даже увидеть не злой умысел через них нас господь побуждает углубление знать свою веру давай вправо то не нужно пересечь немножко так что нужно сделать вправо не надо пересечь как там правее да 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 вот так маленько а как ты догадался ну я же смотрю вот эти ролики я до конца растянул теперь рамку эту ну и что там или как ну так вот они слушают наши молитвы православные слышат их и слышат молитву к богородице при сна деве марии и там такие слова честнейшую херувим славнейшую без сравнения серафим то есть выше серафимов царица небесная такие слова и их это очень смущает они как ты можешь вот это верить такие вещи как по библии можно доказать правоту в этом деле вот ему этому брату занятия в университетах подобные вопросы они прям сами приходили задавали как они они не примут моя задача не в этом состоит примут не примут моя задача состоит в том чтобы оказаться верным иисусу и в данном случае мы даже посмотреть вы сначала их спрашиваю если у них какие-то данные что православная молитва здесь недоказуемо по священному писанию горит очень просто доказать я говорю а как но не начинает говорить вы вы знаете как мы даже не знали у православных вы считали есть дионисия репагид там книжка хорошая вон оба небесных силах говорит и по порядку выстраивает как на ангелы выше архангелы херувимы наши серафимы и они нигде уже не являются здесь серафимы ты явно когда от бога там языки только видел опять же это небесное видение было ангелы являются часто слово ангел в библии встречается с наши если считать и каноническими 371 раз можешь записать себе 371 раз а слова архангел которая выше всего три раза это иуда 19 1 фессоники сам 416 и 3 ездор 436 и тут архангел впервые называется иеремиил у нас считает 9 ангельских сил салафимил и гудеил там перечисляют но дело в том что в библии не называют это их нету никто ему так и даже сказать по именам называется только архангел михаил и риме иеремиил все больше нету мы говорим о гавриил что удивительно лука 1 26 говорится и ангел гавриил он ангелом называется это оказывается а что ангел архангел это разное тут так понятно слово пастырь и архипастырь то есть старший где-то мы даже прямо им сказать вот данные которыми они оперируют баптисты приходят они правы мы ничего не можем доказать пока и тогда вопрос я им отвечаю так если вы православные вы молитву можете считать эту не считать никто вас не заставит она недоказуемая почему они может и приходили так что я умел признавать вот то что сейчас говорю а православная как вы могли так сказать да на счастнейшее припев даже на молитву божьей матери говорится там счастнейшую счастнейшую я вредила том что во-первых неправильно что в молитву вторглись и слова божия туда нельзя вставлять отдельно можно а тут написано не добавляй это должна быть исключена молитва когда с припевами вечерняя идет слово божие нельзя добавлять ничего но это буква етсу господь говорит дороже неба и земле ценил эту букву значит есть три места в библии которые говорят о том что кроме ангелов архангела хирургима серапима есть начало силы и власти с большой буквы а что это если архангела рисуют с крыльями или ангела там услили божьей матери пришел но это все предположите а тут вообще ничего нельзя как силы изобразить он видел там колесница очень у колесницы языки видел но можно даже записать римлянам 8 38 1 петра 322 ефесянам 1 21 вот ангел повторяю это начало силы власти из большой буквы они как они выглядят никто не знает но они есть а вот откуда взял дионисия репаги другие названия ему откровение было в библии нет определенно четко в библии нет даже с неканоническими книгами даже можно проверить если кто не верит в этот православную а им проверять не надо так а вот теперь ангелы архангелы вот сейчас я попрошу открой доказательства какое берут римляна это евреям 2 глава 7 по 9 стих немного ты унизил его перед ангелами славы так пред ангелами унизил немного но унизил все-таки ангел это первоначальная единица небесных сил дальше уже идут архангелы и проще и унизил кого дальше христа христа дальше считаем славою честью венчал его зато за то что был унижен это все филак так объясняет поэтому и даже страшится поношение убийство потому что это награда награда которая в миллиарды раз больше того чтобы перетерпим и поставил его над делами рук твоих все покорил под ноги его когда же покорил ему все то не оставил ничего не покоренным ему такой немного был унижен при дангелы так написано так а как он был когда в какой момент может когда человеком стал когда человеком стал абсолютно правильно он бы был в это время выше хирурмевов и серафимов как человек нет нет вот теперь божья мать от почему он христос и филак говорит был подвержен смерти краткое время то есть три дня дальше он был бессмертный опять бессмертный ну а божьей матери то мы не можем сказать а почему она водами все умирают и она умерла бы водами все умирают 6 23 послание павла к римлянам определенно мы не унижаем ничего по писанию где-то смотрим где-нибудь библии говорится о том что она живя в этом смертном теле была выше ангелов это просто говорить не надо даже иисус не равнялся ангелом когда об облачен был плотью она не просто а он бог и даже он был ниже ангелов как она может быть счастнейшей хирургим и серафим еще дальше то на этот вопрос мы ответим только священное писание священное писание говорит абсолютно против такого названия а вы как я молюсь всегда я православный я говорю так но если я не знаю мне это дали послужить это смертельно нет я ничего не отрицаю но доказательства из библии а сектант это библию считают мы пытались заказать а не горит нет он унижен был ниже ангелов бог обладая плотью смертной фифилак говорит а она родилась в этой смертной плоти она зачалась от человека мария акимовна но мы же не будем придерживаться католической версии что она была бессеменна духа святого зачатая но несмотря на это она тоже была подвержена смерти она умерла житье говорит она умерла а раз умерла значит она унижена даже ниже ангелов было а так как другие мои другой она не стала и она осталась той же он-то вернулся свое до воплощение состояние как божество а она-то человек понятно и они сидят затаились ждут что я отвечу но я знаю места писания я им говорю на как же мы придем православие а там заставляет никто не будет заставлять но и против не говори я беру беру на компромисс утверждение мира в этом смертельного ничего нет так возвышенно она его в очреве носила там не там именно унижен через смерть написано через смертное тело тут уже не надо что в очреве было где он не в очреве он сам сам воплотившийся и унижен был ниже ангелов предангелами а как унижен может быть постромлен ну предангелами значит я садил они что выше по-другому никак а как а люди как понимали вот люди так и понимали тут иерархия своя человек князь царь выше никого нету а выше только ангел архангел херувим и серапим из начала силы власти и бог вот почему когда корнилий молился 10 глава день апостолов то и ему явился кто он сказал пойди туда-то и он скажет рассуждения были простые значит выше человека ангел а выше ангел только бог но то что нужно сказать ангел не может сказать он так и думает и увидев петра у него поклонился внутренним состоянием что это бог бог явился в образе человеческом это дважды было павлу хотели принести и когда они были там силой жертву и прочее на острове милит они говорит боги в образе человеческого они легко боготворили поэтому петр говорит я тоже человека так я знаю что ты человек нет вот это мне не за человека понял если там ангел не мог сказать я пришел такую дали сюда и знать тот кто сейчас встретит меня тут больше ангела а больше ангел только бог он ведь я тоже человек вот тогда стало на место и кланяться можно но понимаю что это тленный смертный человек они по-сектантски бог сказал но остальные то места везде кланились принимали и маной поклонился ангелу женой своей сыны пророческие или сею поклонились я просто разве разворачиваю эту мысль и люди которые приходят из сект они особую струю как бы приносят свежего воздуха как ручей но им нужно это объяснить так что по выходит что не так я по слову божию по другому не нахожу а почему тогда так было ну да баскины были то писали то люди уже 700 лет прошло дошли наконец до того что она бессеменно зачатая придумали отдельный где-то там будет избыток добрых дел и человек в честилище находится ничего этого нет в библии а если я не буду верить в это беды нет но не надо против говорить у православа это тоже самое мы молимся из-за его покоя как-то поможет мы своего рода только где-то беспризорно а католики определенное место указали честилище а невзоров уже фильм поставить честилище взяли за это так вот чтобы завоевать сердце человека мы должны быть абсолютно бескомпромиссны это я говорю при архиереях вот это они голову пускают да как это так вот мы идем однажды тут с архиереем у него рукава то там как я говорю как юбка у цыганки греки наградили вас да греки дали а зачем такие рукава да еще длинные рукава должны быть вот обтянут я могу работать кидать там штукатурить красить а он что может делать ничего там тряпок то навешано но против мы ничего не скажем так раз ему положено а потом они клобуки стали шить этой павел олепский об этом пишет впервые только показали док они всю ночь сидели монахи шили себе эти как у них называют у турок то ну вот игнать их ночь по поводу все-таки богородица но вот говорят ну вот что она выше серафима херувим но выше то вопрос ведь не в том что она выше а в том что в чем она выше и можно сказать что она выше в том что она является не серафим не херувим не не является матерью может бога человека а в этом она их выше и об этом и поется говорит что если иисус был унижен этот стих нам никогда не перешагнуть не как эти слова не монахи поторопились сказать не так бы прославляли его то я дева мария там все как положено как но счастнейшие несравненные и прочее то дальше сравнивать не с чем-то мы доказывать ничего не можем для меня так было остается имя говорю это недоказуемое и если по слову божию то и несправедливо но и спасение я не потеряю что так молюсь а вы просто стойте и молитесь господи боже прости нас вот мой ответ не давить их но а может что вот мы не будем иконы целовать то желательно показать целовать как а не будете целовать это ну хотя бы один раз поцелуйте докажите не против постепенно привыкните это образ божий образ фотографии тут надо не ускорять события вот главный стих 29 27 тут послание к евреям он был унижен и филак делает упор он был смертном теле она была смертном теле все сходится и она умерла и все нигде намека нет писание что она была выше и там царица небесная то новые уже квалификацию придумали нету нигде никак а как же написано сорок четвертом псалме одесную ну понимают о душе человеческой стали применять божьей матери там вообще божьей матери ни слова нету нету нигде что божьей матери нету и придумано многое это легко понять есть сказка такая про дурака он не понимал где что говорить и что надо говорить на свадьбе он сказал на похоронах его давай бить долго встретился с похороном давай говори то что на свадьбе и опять отколошматили это есть такие притчи сейчас сайт православная на эту тему а как да очень просто на каждое событие на все должно быть что-то на благовещение есть есть она же что богородица ни одного места нет и дальше вот там-то мать сказала ему скажи это другое чрево сосы питавшие так это какое отношение а планет нечем взять праздник на на выдуманной и выдуманные подтягивать а успение и успение то же самое считают и на введение и на введение то же самое то есть ну как этого дурака но и тоже тоже глупость а что считать ничего не читать писания нет не надо горит за уши притягивать нету если преображение есть троицы есть на рождество есть она эти выдуманные праздники нету нету ни слова это называется богородичные праздники на какой против зачем против то я все признаю зачем я туда толкать то но я говорю должен сказать этого нет янда москин другие там постепенно написали придумали а дальше уже пошло вот говорят вот воздвижение щестного креста никакого воздвижения тут не было это открытие нового храма который елена построила обретение животворящего креста эти события абсолютно разные но было это да было было только это не в это время вот сделали 12 июля петра и павла они умерли в не в один день и в разные года один я павлов я петров церковь свернула вместе вот тебе это самое то что самое бьют меня я должен успеть так вот играть и вот такой ответ да я бы я понял ответ но все таки я от как отвечают можно ответить все таки же когда говорится выше херувимов то говорится в конкретном в каком-то месте вот в теле до ниже то что она смертное тело ниже но в том что она мать в этом выше нет ничего этого смерть всех приравняла тут у слова унижен нижен это говорится о смерти она смертный человек никак другое сравнение другое все и матерь больше что угодно и не никак нельзя смерть смерть отрезает все это ангелы бессмертная смерть вот я филакты златоуст они так одинаково он берет от него толкует то что она до этим она большего достоилась части но выражение эти не подходят сравнивать ангелами не приходится она до самой смерти была смертная я тут их не осуждаю не отрицаю я не видишь и отвечаю правильно и они все расположены все вот интересно один говорит щикаго тут дядя вадим нашел православного прямо говорит переход от смерти в жизнь настоящий рожденный крещеный там духом святым это разве может у православных а потом когда узнал что я говорю баптист это не церковь знаете что до того мне противно стало не стал его слушать я был в пензе и там баптисты я у них выступил раз-другой они пророка или я к нам сошел пророк или я ходили смотреть пророка или я а когда стал говорить о ней церковь не до гнилое бревно так что надо готовиться ко всему но игнать их ночью вот тоже вопрос тут как раз возник вот сейчас прям я его вспомнил читаем в евангелии от луки слова такие да взыщется от рода сего кровь всех пророков пролитое от создание мира от крови овеля до крови захарии убитого между жертвенником и храмом ей говорю вам взыщется от рода сего что это за захария про какого захарю речь но не знает святые отцы начинает примерно указывать там где-то тогда было при оси может быть захария была там я дай было совсем другое имя не знают то есть какое-то было событие на которое ссылались а его нигде нету вот допустим поселился мазаряти до сбои сореченные пророками на заре именно ищутся пророками а златоуз говорит ни одного пророка то этого нету а как так на а как же матфей ссылается то есть матфей ссылался они знали евреи много умышленно унистожали как иеремия 36 глава сидел царь ножичком резал и в костер кидал которое послание пришло от иеремии а когда варух ему пришел сказал а бог говорит вот это еще добавь напиши вот так так что игнотик вы слышали такую версию то что это тот захария который вел богородицу я слышал это даже эту басню даже не златоуз никто не поминает и его убили за это еще вам пошел на это когда он знает он призванный смотреть это все выдумка не знает что сказать они думают этим ее возвысить что бы она там дело кота мне ока ничего нету четырехлетний даже первосвященник только один раз это только жертвою это только это совершенно безумно это в этом блюм говорил антоний и другие тоже выдумка выдумка кощунственная евреи то на страже стояли левицкое колено они бы попытка она бы сразу же на штыки подняли ничего не было еще не было никто его не убивал ну то есть вы в принципе то есть это даже не тот захария который в тот ветхом завете который верхом завете еще упоминается это не тот не 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 его дай не он никак не знает прямо говорит не знаем какой захария может быть вот этот там по другим именем они часто ни одно имя имели это было но говорит что у него другое имя было бы тоже не знаем был сам стал павел и там точно так же имена по каким-то событиям менялись вот когда рода ну так как относиться к молитвам к молитвам к богородице пресвятая богородица спаси нас молитвами своими добавляю вот одна не когда богородице пели неимом и иные помощи разве тебе это прямое отречение от христа и поэтому я знаю епископы которые запретили церкви петь это настолько она кощунственно звучит эта молитва или распространенный псалтырь богородицу и у веса в печке только а люди в цепи все псалтырь но полностью переписано где стоит бог ставят имя богородицы в этой даже безумием назвать это что-то ниже еще да интересно вот как вот бог называется только свят святой место все святой там указано дважды если то и место а говорится о вере о вере вашей святейший а патриарх святейшим называется а тут слова святой святее превосходная это сказать сравнительная и святейший превосходная степень к чего ради столько налепили имена недавно кто-то выступает об этом говорит сколько тут тщеславия и мало ваше святейшее святейшество масло масляное слово святейший к богу даже ни разу не упоминается свят господь самого как может быть святее то есть вообще непонятно смертный человек живет целуется с властью тешится ну что сказать мы знаем это поминаем молитвах а одобрять действие мы не можем вот такой ответ мой никогда не бояться вот она пришла там у меня где-то вопросах ответах наверно будет она вопрос задает я православная у меня иконы но случилось так что развилась там и квартиры нету сестра приняла но она сказала горит только иконы не ставь она баптистка а если надо иконы ставит он шкаф поставь чтобы не видели ко мне люди приходят как так иконы не стоять я поставила она горит такое дело уходить с квартиры тогда доказать и договорилась сначала об условиях да она нарушила нет ты нарушила вставай уходи на вокзал там иконки ставь на окошко там молись на на вокзале железнодорожном да как я там нет и сама избрала путь сегодня должна покинуть дом а потом умолять ее прийти на коленях я сначала уйди выполни чтобы ее слово выполнилось вы родные сестры а вы ей дали слово когда нуждались а маленькая оперилась и теперь начинаешь козырять баптистка права не ты забери иконки свои и долой на вокзал приходи и молись там если дядя милиционер тебя не попросит на улицу выйти не надо распускать слюни надо говорить так как есть не так что двойной стандарт тому так другому так одинаково для всех слова божия разницы нет кто ты главное ты нарушитель и нарушителей пить им я я вот сейчас услышал так это даже удивительно но но не всегда даже такое благодатный огонь это где-то в каком-то веке не сошел а зажигает а патриарх я которая там все это арабы друг на друге свистят кричат там едут ну там безумия безумия убили его патриарха что огонь не сошел у греков там у нас здесь материал есть выставленный за греческий язык то где-то 1904 только уже установилась перевод сторонник греческого языка патриарх было не его убили а надо чтобы непонятный язык был но не можем одобрять смертный грех вот так таков мой ответ я вот ни одного баптиста не оттолкнул они приняли православие такие вот когда у нас были приходили на занятия все целыми семьями вы как-то так говорите выгод еретики сектанты и в то же время не отталкиваете не как удивительно а вот сегодня как раз мы считали что такое миротворцы и меня спрашивает она считывает сергей палыч вы обязательно найдите это вот сейчас я буду выставлять последние ролики там рпс название и сегодня он считал и меня спрашивают но отъездили на ваш брат отец аким ездил сан-франциско было там где-то в сакраменто но реки я не знаю какое там еще было чуть не сказал вот и еще выступление запоминающийся я говорю одно я все не знаю потому что они все не дали знать то о которой я узнал то несравненное на все века один человек сказал и притом из россии и притом легко запомнить савченко только у нас виктора там николай санкт-петербургский священник винного зарубежной церкви и он сейчас я скажу сколько 40 40 кажется мест писания и святых отцов и история церкви когда вражда была и как примирение было примирение как раз к она об этом то речь шла и были те которые за границей кого изгнали и как примерялись потом и все статьи в таком тоне любви написано здорово долго это где-то часа полтора сергей читал так что как так он сейчас выставит я постараюсь вам скинуть на нем материал если бы я то я кажется читал я читал это у вас если я не выделил тогда его его бы тут и не было я бы его не взял себе а у меня ответ это лишь какие какой instagram там этот какой там кацап выдержит ролик ты сидишь считаешь и кто там будет считать это для молодежи познакомился ущипнул сказал то пустота одна там ничего нету ничего но хорошо тем что они в это время не на майдане они дома сидят в дороге едут разговаривают никаких друзей не появляется новых так как блудиться может найдется на одну ночь больше никак но им это интересно и узнали а еще узнали то главное маленькие дети а чего они у меня спрашивают я когда их бывает в рулетке встречали а сколько у вас подписчиков думаю вот это вопрос а я говорю 44 тысячи 800 900 теперь вы как много того же за немного это немного но посещаемость больше 45 миллионов просмотров мы медленно и гнатек ну вот я ваш весь 18 том прочитал ну и все все что есть касательно мусульман да и но ведь ложь там идет еще не только от того вот самое главное что иисуса не распяли а вот самое главное что я дам ты не согрешил в раю то это вот в чем дело то соответственно то и нет нет спасителя не нужен дьявол его и все мосты сжег вот я сказал я ничего не скрыл не нападал я делаю сравнение я делаю впервые в мировой истории сделал такой труд его нигде такого нету я просто очень вот это то что вот этот момент то что годам не согрешил вот именно в том понятие греха как мы понимаем вот на этом там все держишь кому мне отдать тему про и греев так и и же вячеслав ткачев дело начитывает уже да он уже взял насколько я помню вам после монашества вроде и взял 76 вопросов это я-то ее тоже я тоже ее хочу но я ее так прочитаю это вы сказали кто вячеслав ткачев он монашество у меня больше ничего не записано а он все закончил монашество закончил запишите евреи запишите это очень интересно это не книга это 12 книг люди даже этого не знают и притом 2 талмуда вавилонский до вавилонский который был я когда стал все показывать и на ты как еврей стал тем более как-то я простыл и меня накрыли над картошкой то а потом я стал и так оставил на себе там у совсем говорит как раввин какой-то но вот так на техничья я ваших книгах такое образование получаю которую я не получил за всю жизнь это огромный материал так я выбрал только то что по вопросам к а стихотворение то которые называют пропаде в стихах они конкретно к этим вопросам вот что самое главное это а а сергей когда считает и в конце автор игнатий лапкин борьба без правил когда вы кричит там емельяненко так и ты говорю у меня и стихами то не назовешь но зато там все заложено все сегодня бы никогда не написал так самое главное я столько стихов за всю жизнь всяких литер поэтов не читал даже я все эти стихи некрасова которые все там стихи ну да некрасова лермонтова блока там саша черный и прочее пятьсот поэтов беру пятьсот двести зарубежных и три соотечественных так на каждый вопрос шесть мест разных поэтов за триста лет которые что говорили по определенной теме вот чем сложность то я скажу а где у пушкина сказано о том-то а кто знает а тут все разложено по полочкам мне это далось не просто так без евгения в тушенка мне бы не поправиться у меня всегда были помощники я об этом молюсь и благодарю бога ну вы как ракета ракеты которые взлетала и сбрасывают то есть есть эти вы в каком-то месте вы даже так сказали многие же даже кто вам помогали потом стали вам врагами и вы говорите ну как ракета горит меня бог пустил первая ступенька работала от отсеки сбрасываются же ничего от нас это не зависит мы знаем это было всегда везде и вот этот николай савченко как раз перечислять в мировой истории если бы я тогда его не взял сходу его бы нигде сейчас не найти а материал огромный просто огромный исторические данные люди которые были во вражде как примерялись митрополиты и епископы материал большой и поэтому мои вопросы и они буквально из одних документов вопрос я сразу иногда я на занятии иду у меня два рюкзака кик с собой тащит в инверситете был самое то главное вот этот случай если повторяю когда меня бизнесмены барнаула избрали преподавателем для себя ректор то меня вызвала ректор главный 21000 студентов поговорили он говорит тут вот есть русские новая все там предприниматели большие говорят слишком низкий уровень у нас нам нужно чтобы нам помогли ягра молодцы что я еще не понимаем гордах они уже избрали кого я вруну хорошо так избрали вас как да как избрали все вы что уже все назначили урок когда первый в каком корпусе до 21000 студентов только ягра владимир васильевич это счета ошибка никакой ошибки так откуда они знают еще бы газеты почти все вами наполнен три радиопрограммы ведете радиопрограмму по телевидению и они увидели что я на все вопросы отвечаю ну я приготовился взял с собой кассеты и мировое искусство картины разных художников и я немного и вел занятия то ну и все поблагодарили а по два часа вел а потом он меня вызывает ректор то и встигнеев и владимир васильевич и говорит вот документ на вас выписан идите деньги получите я говорю какие деньги но вы же преподавали так я посмотрел до цифра то какая откуда же деньги взяли да конечно богатая не год сами отдали мы ни копейки не вложили и что это все мне не дает по какой же должности то как какой профессор какой же профессор у меня даже среднего образования нет я технарь и скажите они определили да еще добавили как будто лауреат нобельской премии игру вообще я пошел с цифра по тем временам для меня космическое я пошел и боюсь получать но пришло взять единственный раз настояли а потом он узнал что я уже переподаю 18 лет и ни копейки не получаю и там выписали это четыре занятия по два часа в неделю умножь на 18 лет это вообще все сделали иди получай это вот ко мне расположен было такую медаль дал она у него здесь лежит это вообще постойка маленький еще может быть даже покажу ой написано алтайский государственный технический университет университет не знаю видно нет будет а с другой ноги с другой стороны много этого открытая книга тут какой-то сейчас в окружности счета написано алтайский государственный технический университет ну все больше ничего и нету алт гту и 1942 году открыли они его военное время было и тут 18 стран при студентов при суда присылают и он вот эту вот вот так вот на меня и надел но я-то люблю вот этот флаг это российский флаг я считаю это особая милость божия что это проповедь на меня на грин ну я положил если бы раньше было мы в щику играли копейки переворачивать ребятишки я бы выиграл все копейки но вот такое дело игнать игнать их ночь а как вот вы себя приучили у вас такая есть хорош очень свойства вы повторяете много важные вещи много раз повторяете и за счет этого многие же не слышали вы давусь вы мне сейчас сказали что-то да но это я услышал другие кто смотрел услышал но и в другом месте тоже повторите тоже чтоб другие услышали и это хорошее очень свойство вот это потому что она распространяет истину а вот как это привычку развить в себе потому что я чем скажу один раз два и мне как бы ну это надоедает говорить уже это не хочешь это говорить смотри а это это минус это минус большой я как я говорю моя сестра валентина тихоновна она пригласила меня у нее ребятишки в новосибирске она там и жила и говорит я договорилась со школой и тебя там ждут но я пришел школа-то хорошая и они два или три класса в один класс я у них выступаю урок провожу а другой класс подготавливает я через коридор перешел там там уже четвертый класса б а в этом какие и вот так вот и иду вот завуч они тоже опасались и думает как бы я не увел куда их я находила со мной говорит вот что я говорю первый раз вижу вы каждый раз вступительное слово делаете и всегда разное как это может быть и при том об одном я говорю вы сами меня на это наталкивает вот сейчас где были ну вот этот класс там я зашел до там написано экономика должна быть экономной для меня это проповедь в другом месте зашел картина этого леонардо да венчи и николая где я их сразу соединяю мысли начинают говорить о воскресенье о падшем ангеле там падший ангел сидит и как это было связываясь двенадцатой главой откровения и вот это их трогает как но это непрерывное напряженное молитвенное состояние знать кому как отвечать в какое время и вот меня пригласили в академгородок новосибирске там одни ученые там широколобые и вот я у них выступала с травышни когда на и говорит братка она так зовут меня вот и рассказывал про потеряевку ну все правильно и про комаров сказал и все но как-то так сказал что мне прям поехать до того охота сейчас она тут и родилась потеряю какие-то но что-то такое она услышала что больше никогда и не удастся такой счастливой быть как если она приедет я горячую сказал что все правильно ну даже про комаров упомянул но вот это значит любовь любовь все покрыло и комары скрылись да а часто повторять приходится потому что новые люди я и должен привлечь заинтересовать начинают говорить ничего нельзя делать у меня ответ ничего не делали вот если сколько уже говорю целый месяц о том что я истребил слова проблема американизмы не нужны да и не выражает они ничего а как нерешенный вопрос и мы начинаем решать по деревне по детскому лагерю отдельно по образованию вот я сколько вел занятия где по работе в тюрьме то есть везде и всюду вот вопрос решается но для этого ты должен быть с богом и не один вот я считаю наша встреча у бога предусмотрена была я всеми все время молился об этом и вот господь дал вас а вот вы как-то вы вывели чтобы у нас была встреча с ткачевым недавно он сказал хорошая опять проповедь ну прямо хорошая что по третьей главе упомянул он исае мы православный мертвый труп православия по всем признакам я не знаю как будет что но нам бы необходимо даже встретиться ну пока можно было бы по skype но для меня с первого дня меня спросили как игры опасен он в любой день может на меня броситься но на него напали теперь там на вапаша другие ему не до меня теперь я говорю то есть этот главный буфер срубили но я вообще не могу представить он ни на кого в skype не выходит у него все расписано там гастроли ну вот у него эти лекции и прочее прочее я даже не представляю как чё мне кажется за него не достойка к вот владимира главина на нее не выйти никак вообще просто заблокирована напрямую не как они так и здесь мне скинули отца владимира то 5 там трогают по деньгам зачем они это все деньги то но я жду но когда-то рано или поздно на меня то должны бросить все но господь знает силу и все проще и гасится пока и вот вместе собрать чем они виновны и там 8 по другой так у меня у одного в несколько раз больше моментов когда на меня можно напасть даже то что сейчас говорила божьей матерью все истории все я и ритик и я все признаю но я говорю что согласно слово божие дело выглядит не так как нам кажется ну все тогда ну все благодарю вас и мальчиш по какой теме везде делай выписки как накапливается солидный такой вопрос расширить надо сразу выходи пока я еще тут я вообще у меня выписок уже сотни 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 разобрать надо все разбить и по каким я буду очень коротко отвечать если вам ответ не найден ну нет ответ то я вот именно я ответы мне как-то раскрывается нахожу я еще просто выписки делаю для себя то что важны мне стихи отмечаю стихи вот допустим вера кушнир мне очень нравится стихи у нее у вас я их читаю да я их искал по разным местам в то время интернета то не было когда это же много раньше было на двадцать лет и поэтому книжицы где-то выпрашивать искать и там радион березов ну такого нет как у меня такие тем они не берут а у меня то темы все самые злободневные они просто славят бога был неверующий стал верующий все на этом они хорошие я их искал нашел и вставил вот это все но это матюшин отец роман и романах то где-то я его выбрал где-то статьи которые не 18 а вера кушнир она была протестантка конечно даже надо даже в николай в одесский журнал там выпускал какой-то вера или что такое и я его стихи тоже брал некоторые по памяти восстановил что интересно 50 с лишним лет не вспоминал стихотворение куда они делись и вдруг вспомнил его автор и так строка за строкой стали слагаться только пишу-пишу и все записал стихотворение 50 с лишним лет не вспоминал и нет нигде и вдруг все всплыло это вообще нельзя никак объяснить хотя человеческий организм до молекулы через семь лет лет обновляется до спрашивается как память как она микронами перезапись прошла копировка или что ну то есть по сути если семь лет назад ты семь лет не вспоминал то должно уже не быть материным на носителе материальным значит не в мозгах это в душе ответа какой в душе а друзья досталась даже самое это доказательства слышал я говорил доказательство что суд божий будет что бог есть ли у спрогреве нет на земле а бог справедливый значит привели из другом месте а другого места нигде не найдешь только будущий суд и и справедливость которые на земле она доказывает что будет суд божий все просто С Богом! Аллилуйя! Спаси Христос! Спаси Христос!